Ну а как материально обеспечивает твоя работа? Сейчас обижаться, Тарас Павлович. Я вот помню, когда мы начинали в школу ходить, в послевоенное время, какие трудности были. Я помню, что даже писать не на чем было. Писали на детях и на детях. Конечно, сейчас. Сейчас народ хорошо живет. Володя воспитанник Тараса Павловича Ермака, заслуженного учителя Украины. Я хотел бы, чтобы дети мои были такими же, каких отец, каких мать, тружениками. Я хотел бы, чтобы дети были хорошими, добросовестными и тружениками. Володимир Николаевич Белоусько, полномочный представитель рабочего класса в бюро городского комитета партии. Вот партийная группа, ту, которую я возглавляю, выступила. С патриотическим начинанием уже не только работать без отстающих и без брака, а работать высокоэффективно, высококачественно. Если мы считаем, каждый будет так работать, то будет работать прекрасно все, приятное слово. Это же будет как раз решение. Ну да, те задачи, которые перед нами сегодня стоят. Вот так мы конкретно решаем эти задачи. Дорогой гость, главнокомандующий военно-морскими силами страны, адмирал флота Сергей Георгиевич Горшков, почетный гражданин Бердянска. 17 сентября 1943 года Азовская военная флотилия под командованием контр-адмирала Горшкова освободила растерзанный Бердянск. Пытаясь уничтожить непокорный городок, фашисты выжигали и вырезали все советское. Из 30 тысяч бердянцев 20 тысяч было вывезено в рабство, 6 тысяч замучено насмерть. В 1940 году Азовская военная флотилия под командованием контр-адмирала Горшкова освободила растерзанный Бердянск. В 1946 году на разваленный крекинг завода пришел коммунист Степанянц. Сегодня Бердянский опытный нефтемаслозавод, предприятие коммунистического труда, известное в стране. Сотворение колеса было и остается гениальным открытием человечества. Но что значит в век научно-технической революции колесо без смазки? Завод выпускает 53% всех смазочных материалов в стране на уровне мировых стандартов. Но как же это? Курортный городок и химзавод? Что такое? Что за пожелание? Сурена Ванесович настоящий хозяин. Что у тебя, товарищи Вербицки, тебе дали произвести работу по ликвидации неорганизованных выбросов в атмосферу промолуных колонн? Там работы осталось немного, мы там работа уже ведем. А вот четвертый пункт, там только начали. Только начали. Ну и там надо будет продумать как-то. Потому что работать над ловушками мы пробовали. Очень большая загазованность и невозможно производить там работы. Ну очень тяжело, конечно. Если было бы легко, наверное, не разговаривать. Директор завода, герой социалистического труда Степанянц, современный руководитель. Хотя ему далеко за 60. Начальники Уксихова, которые беззаботно относятся к этому делу, будем наказывать самым беспошадным опытом. Вовремя предусмотреть защиту окружающей среды. Внедрять самую современную технологию. И строго требовать исполнения. О нем говорят. Какие вопросы есть? Очень требовательный. И очень добрый. И 30 лет радуется, что директором завода Степанянц. Лучшее предприятие в городе у Степанянца. Лучшее столовое у Сурена Аванесовича. Лучший пионерский лагерь у дедушки Сурена. Когда закладывали Бердянский порт, городу пророчили большое будущее. Пророчество сбылось. Состоялась его счастливая судьба. Полтора столетия Бердянска. Но это не 150-летний старик, а полный сил, обновленный советской эпохой, город. Сегодня Бердянск – современный город с развитой промышленностью, и цветущими здравницами. Сейчас мы пришли к выводу, что ориентация только на электронную вычистительную технику не может дать того значительного эффекта, который можно достичь при более комплексном подходе. При подходе применения вычистительной техники, плюс применения стандартизации по управлению, плюс оценка качества по труду управленческих работников. Люди стали более высокообразованные и в управленческом отношении, и в общем интеллектуальном, так сказать, развитии. Мы до этого созрели только сегодня. На юге Франции есть небольшой городок Ля-Сейн-Сюр-Мэр. Когда приезжают из города побратим и гости, им есть что посмотреть в Бердянске. Ныне в городе 25 промышленных предприятий. Продукция экспортируется в 42 страны мира. Жилищный фонд более миллиона двухсот тысяч квадратных метров. Почти двадцать тысяч учащихся и студентов. Сорок детских садов и яселью. Сорок санаториев и баз отдыха. Двадцать пионерских лагерей и моря. Молодеет, развивается, полнится достатком солнечный город-море. Город, которому только сто пятьдесят. Двадцать пионерских лагерей и моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова